Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике мы поговорим о цветокоррекции в Source Engine. Цветокоррекция в играх Valve представлена в виде фильтра, наложенного на экран игрока, подобно Инстаграму. Ну, во всяком случае, новичку такое сравнение будет самым понятным. Чтобы применить цветокоррекцию к вашей карте, нужно выполнить несколько простых условий. Шаг первый. Разместите на карте точечную Entity Color Correction. И в её свойствах нас интересуют лишь переменные радиуса. Выставляем минус один, чтобы цветокорр работал на всей карте изначально. Пока на этом всё. Запустите карту. И убеждаемся, что у нас включен цветокоррекция. Далее открываем консоль и включаем чит команды svcheat. А после вписываем команду Color Correction UI. Когда мы нажмём Enter, то должно появиться два вот таких окна. Палитра и панель инструментов. Убеждаемся, что у нас включены флажки Enable и Enable Entity. Теперь можно создавать наш первый слой, нажав кнопку New. В новом окошке нам предлагают выбрать, что мы будем настраивать. Самым простым вариантом для новичков станет выбор Color Balance Tool. Общий оттенок цветов на карте. В нижней строке мы выбираем название слоя. Всё, жмём ОК. Теперь открывается ещё одно окошко. Три ползунка влияют на оттенок цвета. Красный, зелёный, синий. Далее идёт три строчки. Shadows, Midtones, Highlight. Здесь мы выбираем место, где будут корректироваться оттенки. Это низкие тона, там где тень, набравших. Средние тона, обычный оттенок. Высокое освещение. Засвеченные места карты. Всё довольно понятно. Далее галочка. Привязывайте к освещению наши цветовые фильтры. Проще взглянуть на палитру, нажимая на галочку туда и обратно. И поймёте о чём я. И последним будет Blend Factor. Степень смешивания слоёв. Или назовём это прозрачность у слоя. Слои можно перемещать. Вверх, вниз и удалять, конечно. А также сохранять. Фильтр выглядит в виде RAW файла в папке Scripts. Если нам нужно открыть уже существующий фильтр, то нам понадобится новый слой и инструмент Lookup Tool. Выбираем файл. Затем не забываем включить его отображение в игре. Для азов этого будет достаточно. Теперь закрываем игру и переходим в Hammer. Чтобы на вашей карте работала цветокоррекция, вы можете использовать одну из двух Entity. Точечную Color Correction или Brushy Color Correction Volume. В принципе, они практически одинаковы. Различие лишь в том, что у точечной версии есть такой параметр, как радиус перехода от одной гаммы в другую. А также отдельное время между входом и выходом из зоны действия Entity. В строке Lookup Table просто вписываем адрес и называние RAW файла. Все. Надеюсь, данная информация вам поможет. А я скажу... Удачи, томодачи!